Священный писатель Священный писатель Священный писатель Священный писатель тогда, в то время, и насколько она важна всем, кто когда-либо будет читать Библию. В оригинале название этих книг отличается, я имею в виду в еврейском оригинале. По-еврейски она звучит так «Диврей Хаяхим» или «Деяние дней» или «Летопись». Как я уже сказал, автором этих книг считается священник Ездра. Ездра был один из лидеров, кто ввел народ израильский или переселенцев израильских из Вавилонского плена, возвращал их назад в Иерусалим для того, чтобы отстраивать сначала храм, они отстраивали храм и потом отстраивался весь город, обстраивали стены вокруг и все остальное, все то, что было связано с восстановлением Иерусалима, который, как вы помните, был разрушен Навуходоносором. Сначала были захвачены северные 11 колен или 10 колен, и потом, когда дошла очередь, когда Божье наказание пришло на колено Иудина, на ту часть, которая была под руководством, под правлением Иерусалима, то тогда пришел Навуходоносор, и он сравнял с лицом земли город Иерусалим и уничтожил весь народ, уничтожил государство, забрал в плен всех оставшихся людей, которые представляли себе какую-то ценность для этого царя. Так вот, после 70-летнего пленения Бог возвращает народ. Народ возвращался тремя потоками. Самый первый поток был возглавлен Зарававелем. Мы будем позже об этом говорить, когда будем изучать книги Ездры и Ниемии. Зарававель – один из лидеров народа израильского. Он был первым, кто привел большую группу израильтян назад в Иерусалим. Вторым был Ездра. И во время Зарававели, и во время Ездра восстанавливался храм. Восстанавливался храм и восстанавливалось поклонение Богу. Потом был еще один поток, который возглавил Ниемия. И когда Ниемия пришел со своей группой людей, они уже восстанавливали стену города. То есть храм уже был восстановлен к этому времени и восстанавливали сам город Иерусалим. И это была завершающая стадия, которая позволила дальнейшим существовать Израилю. По сути дела, до самого пришествия Иисуса Христа, хотя там были набеги, постоянные набеги различных государств, как вы помните из истории. Цель написания этих книг. Давайте представим себе немножко, что переживали люди в то время. К моменту вавилонского пленения народ израильский пришел к состоянию глубокого безбожия. То есть люди постепенно отступали от служения Богу все глубже, глубже, в традициях народа израильского все больше появлялось языческих различных элементов, разных богов языческих, разных обрядов, которые практиковались у поклонения язычников, самых разных других видов религиозного синкретизма. То есть они смешали в себе самые разные верования. И это было одной из основных причин, почему Бог наказал Израиль. То есть их очень слабое, бедное, нищее духовное состояние. После этого они уходят все в вавилон. Они прожили там 70 лет, и как вы можете понимать, святее там они не стали. То есть там к этому процессу добавилось еще множество множество ложного влияния от людей или народов, которые жили в Вавилоне, от народов, которые поклонялись еще другим богам. Хотя во время вот этого вавилонского пленения были несколько пророков Божьих, которые продолжали проповедовать, продолжали возвращать народ или хотя бы держать, как сказать, светильник горящим. То есть Бога продолжали знать. Кто-то был там из тех, кто знал Бога. Один из самых выдающихся людей, известных во время пленения, это Даниил был. Кроме того, некоторые пророки еще в это время несли служение и после того, как народ израильский вернул. Так вот, когда истек срок наказания 70-летнего пленения, народ стал постепенно возвращаться сюда, в обедованную землю. И здесь для того, чтобы не повторился тот же самый путь, который был раньше, когда народ потерял свое государство по причине своего отступничества, здесь Бог посылает специальных людей. И Ездра был одним из таких людей. Бог посылает священника Ездру, который, являясь священником или будучи священником, он возвращает народ, он делает все возможное для того, чтобы вернуть народ к тому, чтобы люди поклонялись Богу. Ну, представьте себе, прошло 70 лет. С того момента, как храм был уже разрушен. А еще до того времени очень много было потеряно уже. То есть люди, которые возвращались, они имели плохое представление о том, что же было раньше. У них был закон, и мы читаем, что Ездра, он читал из закона, но у них была потеряна вот эта летопись, это важная часть процесса, что происходило в это время. Поэтому Ездра пишет дополнение к тому, что уже было, и он пишет с точки зрения того, чтобы объяснить людям процесс поклонения Богу, чтобы объяснить своим современникам, тем, которые жили в его время, показать, каким образом израильский народ имеет отношение к Богу, и как это развивалось в истории. То есть, когда мы читаем эти книги, первую и вторую книгу про Альпоминон, эти две книги имеют очень важное историческое значение для народа израильского тогда. Они помогают нам понять, что происходило с народом. Эти книги имеют огромное значение для нас сегодня, и мы увидим сейчас. Это действительно не просто дополнительное перечисление событий, но это объяснение абсолютно нового спектра, новой грани жизни народа израильского. Наиболее вероятное время написания 450-е или 430-е годы до рождения Иисуса Христа. То есть, смотрите, как мы уже далеко прошли. Мы прошли уже к самому-самому завершающему периоду Ветхого Завета. Вы помните, что последние 400 лет не было пророков в Израиле до пришествия Иоанна Крестителя. То есть, 430 лет, вот это когда еще были люди, которые писали или которые представляли то, о чем мы будем изучать сегодня. Основная тема, которая представлена в этой книге. Прежде всего, как вы заметили, наверное, там есть много разных интересных имен, но все эти имена, они кажутся только для нас, а ведь для многих из вас. Я думаю, когда вы читали, вы прорывались, продирались сквозь эти имена, чтобы прочитать, все-таки дойти до того, что дальше есть интересное. Но эти имена имеют большое значение. Они имели большое значение для тех, кому они писались, и они имеют такое же значение для нас сегодня. Я попробую вам написать или представить все эти имена в определенной последовательности, как они представлены в этой книге. Начинается с Адама. Для того, чтобы люди ясно понимали, что то, о чем идет здесь речь, это исторически обоснованные процессы. Это не просто откуда ни возьмись лица, люди. Все начинается от начала творения, начинается с Адама, приходит к Аврааму. Здесь описаны некоторые люди, но только для того, чтобы ясно показать нам общую историческую последовательность всех событий, или всех людей, или всего развития народа. Авраам, отец израильского народа, о нем не так много там сказано. Исаак, и вот об Исааке уже сказано немножечко больше, вернее, о его потомках. Здесь сказано о Исааве. И отдельно, если вы посмотрите всю первую главу, то в первой главе вы можете заметить достаточно много сказано о потомках Исаава. И иногда нам не совсем понятно, зачем же о нем говорится так много, потому что он не был сыном обетования, и вся история связана с Иаковом, а не Исаава. То есть, надо бы говорить больше об вот этой ветви, а об этой можно совсем забыть. Причина, почему говорилось об этой ветви тогда, потому что от Исаава произошли идумеяния. Если вы посмотрите в конце, 54 стих, первая глава, здесь написано, вот старейшины идумейские. Причина, почему эти слова написаны, заключается в том, чтобы народ израильский знал, кто такие идумеяния. Они были тогда, в то время. Тогда, когда народ израильский возвращался из плена Вавилонского, идумеяния, народ этот существовал. И Бог объясняет через Ездру, объясняет народу, что вот это ваши братья по Исааку. То есть, когда-то, когда-то все эти люди произошли, все вот те, которые переселяются, произошли от Иакова. Вот, идумеяния произошли от Исаава, но они оба произошли от Исаака, но они не являются сыновьями обетования, детьми обетования. Это первая маленькая часть. Вторая часть, которая занимает больше места, я имею в виду часть родословия, она говорит о всех вот этих лицах. И здесь, опять-таки, есть главная линия. Главная линия, главная задача автора этой книги показать царство Давида, откуда он взялся. Давид – это главное действующее лицо первой книги про Липомину. Но показывая Давида, автор показывает всю остальную группу колен народа израильского. И на это есть особые причины. Первая причина. Если вы помните, что на территории Иерусалима жили потомки колена Иудина. То есть, это вот Иуда. Вот он. Иуда – это самое большое колено. Они занимали основную территорию. И на их территории был Иерусалим. И от Иуды произошел Давид. И все иудейские цари, они, те, которые занимали трон Давида, они были из колена Иудина. То есть, это достаточно важная линия по причине того, что именно по этой линии развивается родословие Иисуса Христа. И Иисус Христос пришел, родился физически здесь на землю, исходя из вот этой линии, которую впоследствии мы проследим еще и во второй книге, прорепомяну. Но здесь очень важно, что когда народ израильский возвращается из Вавилона, вы помните, кто возвращается? Возвращаются те, которые были туда уведены. А туда были уведены иудеи, то есть, те, кто принадлежал колену Иудина. Так вот, Ездра, если это он написал, скорее всего, это он написал эту книгу, он напоминает народу израильскому, напоминает иудеям, которые возвращаются из Вавилона, что они не одни, что у них есть много братьев еще. Братьев из северного царства, братьев, которые жили на севере, которых они не знают, но он хочет, чтобы они знали. Это первая причина. Вот здесь перечислены имена всех двенадцати колен, включая Иуду, колено Иудина, за исключением одного колена. Одного колена здесь нет, но вместо него появляется два. Посмотрите, Ефрем и Монасий – это два сына Иосифа. Иосиф был сыном Иакова, не Ефрем и Монасий. Но почему-то в дальнейшем мы читаем Ефрема и Монасию как отдельные колена, а колено Данного почему-то пропадает. Есть еще один человек, еще один сын Иакова, еще один сын Иакова, которого звали Дан, и почему-то его здесь нет. Никто не знает, почему это. Есть разные предположения, которые люди предлагают, но они не более чем спекулятивны, поэтому мы не можем сказать, почему так произошло. Но здесь опять есть двенадцать колен. Из этих двенадцати колен одно колено занимает главное место, и мы будем о нем говорить дальше. Это колено Иудина. Есть еще два колена, которые упоминаются немножечко больше, чем остальные. Это колено Левиина, потому что от него произошел Аарон, и от них произошли все левиты. И левитам, и священникам очень много внимания уделяется в этой книге. Ездор был священник, ему очень важно объяснить, каким образом должно совершаться богослужение в храме или вообще в народе израильском. Поэтому он больше уделяет внимание здесь, даже в родословной. Кроме того, и есть немножечко больше места уделяется колену Вениаминова по причине того, что из колена Вениаминова произошел Саул. Опять-таки, Саул не представляет большого интереса для автора этой книги, но Саул нужен настолько, насколько нам необходимо понимать, почему не из его колена или не из его последователей продолжаются наследники трона, не из его потомков наследники трона, а из колена Иудина и потомки Давида. Это первая тема, занимает 9 глав. Вторая тема, занимает всего одну главу, это царствование Саула. Как я уже сказал, что царству Саула автор уделяет совсем немного места, совсем немного внимания. Саул упомянут здесь только для того, чтобы показать на более высокую значимость Давида, как царя. Но самое интересное, в конце этой главы есть два стиха, 13 и 14 стихи, которые помогают нам понять смысл, почему автор говорит здесь именно о Сауле и именно столько. Давайте прочитаем эти два стиха. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблюл Слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа, за то он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иесею». Несколько очень важных штрихов здесь. Автор не перечисляет всех причин, почему Саул потерял царство. Он не вспоминает всего того, что происходило с Саулом, очень много с ним происходило, того, что было неугодно Богу и того, что способствовало постепенному снижению или падению царства Саулова. Автор представляет здесь только самый последний шаг, самое последнее зло или, как он называет, беззаконие. Посмотрите, «так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом». Это законие, беззаконие, представляется здесь в трех частях. Три элемента было в этом беззаконии. Самое первое – за то, что он не соблюл Слово Господа. То есть, первая проблема Саула, которая представляется здесь Ездрой, в том, что Саул не соблюдал Божьего Слова. Это очень важно было подчеркнуть Ездре тогда, когда люди возвращались из плена. Он хотел, чтобы они знали, что вот был выдающийся человек, который был царем в Израиле, который царствовал над всеми двенадцатью коленами Израиля. И вот этот человек несерьезно относился к тому, что Бог говорил. И в результате этого, во-первых, царство было отнято у него, во-вторых, он погибает вот таким очень печальным образом. Здесь написано, зато он и умертвил его. То есть, Бог наказывает Саула таким способом. И Ездра подчеркивает, что начальная точка этой проблемы, она сводилась к тому, что он не соблюдал Слово Господне. Есть второй шаг здесь. Не соблюдал Слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом. В принципе, второй шаг отступления он обусловлен первым. Тогда, когда человек отказывается признать Бога источником своей жизни, он обязательно будет искать опору в каких-то человеческих авторитетах. Люди не сразу идут к дьяволу. Но все люди, которые отказались от того, чтобы идти к Богу, рано или поздно придут к дьяволу. Это то, что мы наблюдаем в жизни Саула. Посмотрите, он не соблюдал Слово Господне. Слово Господне не стало для него привычной точкой опоры. Он постоянно хитрил. Он постоянно искал своих собственных вариантов, как ему удачнее или удобнее прожить. Он опирался на человеческие инструменты. И потом, когда эти человеческие инструменты стали падать один за другим, один за другим, в конце концов, он в отчаянии. То есть, эта ситуация достигает такой степени напряжения, что он в отчаянии готов идти даже на самые страшные дела. В народе израильском ясно знали, что всех волшебников истребить Бог приказал. Всех людей, колдунов, всех тех, которые были связаны с дьяволом. Саул ясно, хорошо это понимал. Но в данной ситуации он находится в такой точке отчаяния. С Богом он не привык решать вопросы. На Бога он не привык полагаться. Он привык полагаться на свои человеческие средства. А они все упали. И поэтому он идет дальше, он идет туда, где ему обещают помощь. Обратился к волшебнице. И здесь же подчеркнута третья причина. А не взыскал Господа. То есть, каждый раз, когда человек обращается к человеческим средствам, к человеческим инструментам, в конце концов, он попадает в такую ситуацию, что он отказывается от того, чтобы взыскать Бога в конкретных ситуациях своей жизни. Друзья, это очень яркий пример для нас сегодня. Ездра не зря его написал тогда, и Бог не зря поместил его в Библию. Потому что этот пример Саула, негативный, плохой пример Саула, он продолжает сегодня быть предупреждением для нас. Люди часто относятся так, ну что такое не почитал Библию, что такое я послушал проповедь и не очень серьезно к ней отнесся, что такое, что я беру и некоторые слова в Писании считаю, что они не очень значимые, или к ним можно не очень серьезно относиться. Вы знаете, вот это начало, оно обуславливает следующее действие, которое в конце концов приводит человека к катастрофе. Как это случилось с Саулом? Вот почему Ездра подчеркивает это и говорит в конце несколько важных слов, и передал царство Давиду, сыну Иесееву. Это очень важный элемент для того, чтобы люди могли понимать, что Давид получил царство вполне законно. Господь его передал Давиду. Это не политическая возня, которая привела Давида на трон. это не удальство Давида, которое позволило ему что-то достигнуть. С самого начала все то, что происходит с Давидом, это ясное выражение Божьей милости, ясное выражение Божьего проведения. Итак, эта часть книги, она помогает понять нам важный аспект отношения людей к Богу. Как я уже сказал, люди, которые возвращаются из Вавилона, им нужно знать вот эти принципы взаимоотношений. И для всех тех, кому написана эта книга, написана Священное Писание, это помогает нам видеть важность этих принципов. Третий большой отдел или большой раздел этой книги это царствование Давида. Первое родословие, второе царствование Саула, и третья самая значительная основная часть этой книги посвящена царствованию Давида. В принципе, все то, что начинается с 11 главы и до конца, до 29-й. Все остальные главы посвящаются этой важной теме. Заметьте, что первые 9 глав посвящены родословию, одна глава Саулу, и все остальные главы посвящаются Давиду. Несколько наиболее важных элементов, которые, как я уже сказал, Ездра посчитал важным и необходимым отметить здесь, и мы посмотрим на них сегодня. Прежде всего, это воцарение Давида. для Ездра почему-то было очень важно подчеркивать снова и снова, что Давид не сам стал царем. Во-первых, он уже сказал, что Бог передал царство Давиду, сыну Иисееву, в последнем стихе 10 главы. Теперь посмотрите в 11 главе, с 11 главы начиная, написано следующее, 3 стих я читаю, и пришли все старейшины Израилевы к царю Хеврон, там был Давид, уже он был в Хевроне, и уже колено Иудина уже признало его своим царем, пригласили или попросили его быть царем, и заключил с ним Давид завет, с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господнем, и они помазали Давида в царя над Израилем, по слову Господню, через Самуила. Заметьте, Самуила когда пишет Ездра, за Самуила уже многие забыли, хотя, конечно, книги, которые были написаны Самуилом и о Самуиле, безусловно, были в то время, но он уже не был такой яркой фигурой, но для Давида, вернее, для Ездра очень важно напомнить, что Давид стал царем по слову Божьему, которое Бог сказал однажды через Самуила, затем прошло очень много времени, и Давид не рвался к тому, чтобы быть царем, он ждал терпеливо свое время, и пришло то время, когда Бог отнимает царство у Саула, и он отдает его Давиду, и не просто он отдает Давиду, а написано, что все люди, которые жили в то время, все колено, колено за коленом пришли к Давиду и признали то, что Давид будет их царем, они даже попросили, здесь написано, пришли все старейшины Израилевы, и заключил с ними Давид завет в Хевронии, это было по их инициативе, не потому, что Давид приказал. Итак, для Диезр было очень важно показать легитимность, благородство присутствия потомков Давида на царском троне. после процесса воцарения, или после того, как он рассказал, как Давид стал царем, еще два важных аспекта представлены здесь, в 11 главе и в 12 главе. Во-первых, сказано о том, каким образом столица стала в Иерусалиме. Это еще один важный элемент, люди возвращаются, и нужно восстанавливать Иерусалим. Для этих людей Иерусалим уже означал гораздо меньше, чем для тех, кто жил здесь тогда, до этого 70-летнего пленения. Поэтому он объясняет, вот был царь, поставленный Богом. Этот царь захватил Иерусалим, там жили Иерусеи. Он был совсем маленьким городком, и он обстроил его, он его сделал большим городом. И отсюда основание нашей нации, отсюда основание нашего народа, того, что представляет собой история Израиля, и все того, что с этим связано. То есть он объясняет людям, возвращающимся сюда, чтобы они ясно понимали, почему нужно восстанавливать город, почему не только храм должен быть восстановлен, но и город Иерусалим. Кроме того, есть еще один элемент, опять-таки в 11 и 12 главах, где Ездор подробно объясняет, каким образом все оставшиеся колено, вернее, люди, которые жили далеко, каким образом они постепенно дружина за дружиной или группы влиятельных людей, живших, тогда постепенно сами добровольно принимали владычество Давида. То есть, когда Давид стал царем, там не было ни малейшего элемента давления. Давид стал царем по Божьему предопределению, Бог предуставил так. Он сказал Самуилу еще за много-много лет до того. Давид стал царем тогда, когда народ его признал, тогда, когда Бог убрал Саула, и Давид находится на царстве вполне законно. Следующий элемент, касающийся царствования Давида, опять-таки, об этом немножко сказано во второй книге царств, но то, что сказано здесь, оно помогает нам увидеть немножечко более полную картину этого царствования. Для Давида очень важную роль играло поклонение Богу. Поэтому первое, что мы встречаем сразу же после того, когда закончилось весь процесс или описание всего процесса гармонизации людей, которые входили в вот эту группу влиятельных или те, которые в разных местах представляли собой какую-то власть, когда они подчинялись Давиду один за одним постепенно. Сразу же после этого написано о том, что Давид решает перенести ковчег из того места, где он находился, в то место, где он сделал столицу, в Иерусалим. Перенос ковчега. 13 глава с первого стиха. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и всеми вождями. Смотрите, уже есть структура, уже есть люди, которые представители Давида в разных местах, и Давид советуется с ними. Опять-таки, это его стиль, он не сам, он не вероломно это делает. И сказал Давид всему собранию израильтян, если угодно вам, если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними к священникам и левитам в города и селениях, чтобы они собрались к нам. И перенесем к себе ковчег Бога нашего. Потому что во дни Саула мы не обращались к нему. И сказала все собрание, да будет так. Потому что это дело всему народу казалось справедливым. Заметьте, как Давид целенаправленно движет все свое царство или основу своего царствования. Он движет к тому, чтобы обращать людей к поклонению Богу. Вот почему Давид играет такую важную роль. Заметьте, он сам был человеком, не выпячивающим себя и не оказывавшим давления. Он сам был человеком, которого Бог вел. И как только он приобретает власть, первое, что он делает, он начинает заботиться о поклонении Богу, о правильном отношении к поклонению Богу. Там возникла еще одна ситуация. Если вы помните, во время переноса ковчега один из помощников, человек по имени Оза, он решил поддержать ковчег. И помните, как печально это закончилось? написано, что Господь поразил Озу, опечалился Давид за то, что Бог поразил Озу. И этот ковчег оставили там, в этом месте на какое-то время. И после определенного периода Давид переносит этот ковчег все-таки в Иерусалим. И когда он уже переносит его, он подчеркивает одно очень важное обстоятельство. 15 глава с первого стика. И построил он себе дома в городе Давидовом и приготовил место для ковчега Божия и устроил для него скини. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. Это упоминание имеет несколько важных значений, или его значимость в нескольких сферах проявляется. Первое, это упоминание очень важно, чтобы люди все, включая нас сегодня, ясно понимали, что Бог подходит к служению очень серьезно. Божье служение имеет свою структуру и для него совершенно не безразлично, как оно совершается. В данной ситуации, во времена народа израильского, была выделена специальная группа людей. Эти люди не были чем-то лучше, остальных. То есть, речь не шла о том, что они были качественнее сами по себе. Речь не шла о том, что они обладали каким-то большим благородством или более высокой степенью умственного развития или еще чем-то. Речь шла о простом деле. Эти люди были специально посвящены Богу заниматься только этим делом. Вот почему Бог проводит ясную черту и говорит, другие не могут этим заниматься. Вот поэтому Ездра объясняет это тем, который возвращается из Вавилона. Он им говорит, не пойдет так, чтобы мы выбрали, кто нам понравится. Нам нужно выбрать тех, кого Бог определяет на это служение. И в то время, если вы помните, и мы дойдем до этого, когда будем книгу Ездра и Нееме читать, в то время эти люди, левите, они сами пошли каждый в свои места, и каждый себе жил и зарабатывал как мог. Они смешались с остальными людьми по причине того, что служение в храме было потеряно. Для того, чтобы Ездре восстановить это, он указывает эти слова Давида. Он вспоминает и говорит, что Давид когда-то сказал, ковчег Божий никто другой не должен носить, кроме левитов. Как я уже сказал, эти слова имеют значимость как для нас сегодня, указывая на очень ясно представленный порядок в Божьем служении, так и для тех людей, которым писалась эта книга прежде всего. Третий элемент подчеркнулся здесь, это первая победа над филистимлянами или это можно назвать немножечко даже больше, это укрепление царства Давида. Заметьте, как представляет автор здесь, очень последовательно. Сначала он говорит о воцарении Давида, о том, что Давид легитимно на троне, он сам туда не рвался, Бог его предопределил туда, Бог устроил обстоятельства так, он терпеливо ждал, пока пройдет время Саула, и когда Бог провел окончательную черту для Саула, даже в это время Давид опять-таки не рвался, его сначала призвали в колени Иудина, и потом все остальные колена пришли и попросили его, чтобы он был царем, и дальше все люди добровольно подчинили себя тому, чтобы послушаться или подчиняться Давиду, то есть сначала представлено воцарение Давида, дальше сразу же первое это восстановление служения, Давид обращает внимание на то, как нужно служить Богу, очень много говорит об этом, и после этого Бог дает благополучие, это не только победа над филистимлянами, в 14 главе написано так, 16-17 стихи, и сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили в стан филистимский от Гаваона до Газера, и пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов, заметьте, опять, даже здесь это рука Божия, как Давид победил филистимлян, он поступил так, как повелел ему Бог, помните, там, Бог ему говорит, когда услышишь шум деревьев, там, по вершинам тутовых деревьев, это значит, я уже здесь, вот тогда выступаете, и тогда вы победите, то есть, Давид сделал так, как говорит ему Бог, эта победа была обеспечена не силами Давида, Бог даровал Давиду эту победу, вот, и далее Бог делает его имя страшным для всех народов, то есть, люди, услышав об этом, далее, не пытаются, или многие боятся напасть, или каким-то образом воевать с народом израильским, 18, 19, и 20 главы представляют, коротко представляют остальные военные кампании, которые проводил Давид, как он поразил Амалькетян, Мавитян, то есть, основных врагов, которые были рядом, самые страшные враги были филисимляне, далее, Амалькетяне, Мавитяне, разные люди, с которыми, народы, которые были в непосредственной близости с народом израильским, и которые были покорены Давидом, или покорены Богом Давиду, Давид стал полноправным, без, unquestionable, так скажем, властелином, власть которого не подвергалась сомнению народами, которые их окружали. Итак, это еще одна достаточно важная часть. Следующая часть, которая уникальна вообще для первой книги про Липоминон, то есть, об этом не сказано в других книгах, это первый Псалон. Здесь есть очень интересная часть, которая говорит о том, какой первый Псалом был написан Давидом. Вы знаете, что Псалом, который стоит под номером 1 в Псалтере, это не был первый, который был написан Давидом. Это был один из Псалмов, мы дойдем до этой книги, почему он стоит первым. Первый Псалом, который написан Давидом, представлен здесь, в 16 главе первой книги про Липоминон. Четвертый стих, так написано здесь, и поставил на службу перед Ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славосновили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. То есть, Давид подумал, он решил, под воздействием Божьим, он решил, что здесь вот на месте, где есть кинья, где приносят жертвы, куда приходят люди с покаянием, куда приходят к Богу с просьбами, здесь нужно помогать людям осознавать Божье присутствие. И он ставит специальных людей, чтобы они славословили здесь. Седьмой стих. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Асаф был человеком, который был поставлен там руководителем вот этой группы славословящих, руководителем группы хористов. Мы посмотрим немножко позже. Они действительно пели там, не только говорили. Очень уникальная, интересная структура этого псалма. Она как бы отражает в себе весь подход к славословию, который мы встречаем в дальнейших псалмах и в дальнейших различных схемах описания поклонения Богу. Посмотрите, что она включается. Прежде всего, начинается с прославления Бога. Восьмой стих. Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. То есть, Давид пишет специальную форму или текст, псалом, текст, который должны читать, который должны эти левиты петь, провозглашать для того, чтобы человек, который заходит в этот храм, чтобы его внимание прежде всего было обращено не на тех людей, которые там стоят, не на тот инвентарь, мебель, которая там была. Вот так, как здесь написано, самый главный фактор, это чтобы человек пришел в церковь и его взгляд был направлен к Богу. Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Бог должен доминировать. Я хочу вас попросить, мы об этом будем говорить еще в ноябре, у нас будет специальное собрание поклонений. Я хочу вас попросить, попробуйте каждый раз, когда мы поем, не думать о музыкантах, о музыке, о всем том, что окружает здесь. Попробуйте сосредоточить свой взор на сути того, что вы поете. В этом основная задача нашего поклонения. Именно так оно было устроено тогда, когда это было представлено Давидом. Второе, о чем Давид говорит или куда он обращает внимание людей, это напоминание о Божьих заветах к Израилю. То есть, он напоминает основание, на котором эти люди могут прийти и иметь отношение с Богом. 15 стих. Помните вечно завет его. Что такое завет? Это весь тот план, вся та структура божественных милостей, которые Бог явил народу израильскому, вступая в завет, который включает в себя слово. Помните завет его, слово, которое он заповедал в тысячу родов. То, что завещал Аврааму и чем клялся Исааку и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный. То есть, первое, обращает внимание на поклонение Богу, на славу, славословие Богу. Второе, обращает внимание на истину, на то основание, на котором эти люди приходят. На основание чего они имеют дело с Богом, они имеют отношение с Ним. Третье, провозглашение Божьего величия язычникам. То есть, это то, что практически должно произвести поклонение в сердце человека, для того, чтобы он стал способным быть носителем этой славы, идя или уходя с этого места. Смотрите, пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его, возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен почти всех богов, ибо все боги народов ничто, Господь небеса сотворил. Представьте себе, эти люди приходят в храм, приходят в Скинию для того, чтобы поклониться Богу. И вот здесь им говорят о двух вещах. Бог велик и Его слово, Его заповеди, на основании которого мы имеем с Ним отношение, очень важны для нас. Они должны действовать в нас. И теперь напоминается следующее. Благовествуйте изо дня в день спасения Его. Они в храм в Скинию приходили далеко, не каждый день. Люди далеко жили. Многие жили много десятков миль от места поклонения. И поэтому представляется здесь очень важная черта. Вы когда уйдете отсюда, когда вы будете там, где вы живете, возвещайте, благовествуйте изо дня в день спасения Его, возвещайте язычникам, тем, которые еще не знают меня. Возвещайте тем, которые живут рядом. Заметьте, как роль каждого человека, каждого поклонника, каждый поклонник становится носителем Божьей трансформирующей благодати, Божьего спасения в результате его поклонения. И Давид все это включает в этот псалом. И он объясняет, почему возвещайте всем народам чудеса его. Почему? Ибо велик Господь, это сахвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народам ничто, Господь небеса сотворил. Друзья, тот же самый концепт присутствует сегодня. Точно так же мы приходим в храм, мы приходим в место, где мы встречаемся с Богом и с Его Словом. Здесь написано, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте народам, язычникам, то есть тем, кто не знает меня, тем, кто не знает Бога, возвещайте славу Его. И дальше написано, что возвещать. Очень интересно, что заканчивается Псалом призывом к правильному отношению к Богу. Следующий элемент, который мы видим здесь в этой книге, того, что автор говорит о Давиде, касается тоже его отношения к Богу, его поклонению, это желание построить храм. Заметьте, как много в этой книге сказано о отношении Давида к Богу. Здесь сказано о том, что Бог дает ему успех, только в одном месте, посмотрите, это третья под тема у нас, его победа, его утверждение, его царства. Все остальное это то, что Давид делает, то есть Бог его воцарел, и дальше он переносит ковчег, он пишет Псалом, и дальше он выражает искреннее желание построить храм. 17 глава говорит об этом. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку, вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром, и сказал Нафан Давиду, все, что у тебя на сердце делай, ибо с тобой Бог. То есть Нафан посмотрел и увидел это очень благородное желание, и он одобрил план Давида, чтобы Давид мог, естественно, используя все ресурсы, которые у него есть, приступить к этому строительству, все, что у тебя есть на сердце, делай бы с тобой Бог. Но Бог изменяет эти планы. Заметьте, это очень точный подход в нашей жизни, в наших делах, всегда должен быть такой подход. Мы должны видеть все то, что мы видим, и действовать, исходя из того, что мы видим. Если у Бога есть какая-то другая версия, Он будет исправлять нас. Как это произошло и с Давидом? Третий стих. Но в эту же ночь было Слово Божие к Нафану. Пойди и скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания. Ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов в Израиле и до сегодня, а ходил из Кинии в Скинии, из жилища в жилища. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово кому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой. Зачем вы не построите мне дома кедрового? Бог исправляет мышление Давида. Он не говорит о том, что это желание плохо. Но он объясняет Давиду через пророка Нафана, что Богу храм не нужен. Заметьте, Давид говорил так, я живу в доме кедровом, а ковчег завета под шатром. И Бог объясняет ему, я только под шатром и жил здесь на земле. То есть, с момента, как вывел я и сынов израиля, с момента, как я не зашел и стал присутствовать с ними, видимо, образом, облако там было. Я все время жил так. И я нигде ни в одной ситуации никому не предъявил претензий, что вы мне не построите более приличного жилья. Причина, почему Бог так говорит, заключается в том, что Богу не нужны храмы, храмы нужны людям. Что и дальше объяснено, Бог объясняет дальше, что храм это место, в котором человек поклоняется Богу. И иметь храм это удивительная привилегия, если в этом храме Бог действительно. Если Бог встречается, если Бог он соизволил пребывать в этом храме, мы как-то привыкаем к этим вещам, мы понимаем, что Бог везде, действительно, Бог везде присутствует. Но когда сказано о том, что Бог пребывает в храме, это Он присутствует особым образом, Он присутствует для того, чтобы мы поклонились Ему здесь, это особое место, куда мы приходим, для того, чтобы это место посвящено только и поклонению Ему. Итак, желание построить храм, хорошее желание, но Бог корректирует видоизменяет эти планы. И здесь же, в этой же, в этом же своем обращении к пророку Нафану, или через пророка к Давиду, Бог представляет еще один очень важный элемент, который оставлен здесь, на этих страницах, в этой книге, это Давидов завет. Мы как-то говорили о том, что на протяжении истории народа израильского было несколько заветов, был завет Авраамов, когда Бог дал ему обещание, Он дал три обещания ему. Помните, в чем они заключались? Он сказал, что от тебя произойдет великий народ, во-первых, дальше Он сказал, что земля вот эта, которую ты видишь, она будет твоя, и третье, ты будешь благословен. Эти три благословения, три отдельных обетования, которые Бог дал Аврааму, и суть этого обетования и заключалась, вернее, в этом обетовании и заключалась суть Авраамова завета. после этого завет был повторен Исааку и Иакову, тот же самый завет. Если вы помните, когда Моисей вывел народ израильский из пустыни, когда они пришли, вернее, из Египта, когда они пришли в пустыню, на горе Синай, Бог заключает еще один завет с народом израильского. Не отменяя первого, он дополнительный завет заключает и говорит им о том, что если вы будете исполнять вот этот закон, который вы получили, то вы будете у меня народом святым, а я буду вашим Богом. Потом проходит еще немножечко времени, после того, когда были судьи, после судей был Самуил, Саул и теперь Давид, и вот теперь Бог заключает с Давидом еще один завет, очень важный завет. Сущность этого завета заключается в том, что Бог обещает Давиду, что престол царства израильского всегда будет у потомков происшедших или которые произойдут от Давида, у потомков Давидовых. Давайте посмотрим 7 стих 17 главы. И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобой везде, куда ты не ходил, истребил всех врагов твоих пред лицом твоим и сделал имя твое как имя великих на земле. Я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим и нечестивый, и не станут больше теснить его, как прежде. 10 стих. В те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем, и я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих и утвержу царство его. Он построит мне дом и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом и он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно. Мы знаем, что в истории израильского народа были те периоды, когда Иерусалим вообще прекращал существование. То есть, это как бы был временный перерыв вот в этой последовательности, когда царь сменял царя. Но когда следующие цари приходили, они всегда были царями из дома Давидова. в принципе, есть только один царь, который будет царствовать вечно. Это царь, которого встречали когда-то в Иерусалиме. Помните, благословен грядущий во имя Господне. Иисус Христос был царем и будет царем Израилю, который восстановит престол Давида, написано. Этот престол Давида будет восстановлен прежде всего в тысячелетнем царстве. Этот престол Давида, он сохранит свою значимость на протяжении всей вечности. В этом смысл Давидова завета. Итак, мы говорим о нескольких уже элементах, связанных с Давидом. Вы видите, что заметно, что пишет священник. Он пишет о тех вещах, которые связаны с поклонением Богу. Он отмечает шаг за шагом все то, что важно народу было знать. Почему они сегодня восстанавливают храм, почему они сегодня восстанавливают стены, почему для них очень важно возвратить или установить место поклонения Богу. Следующий элемент, описанный достаточно подробно в этой книге, это приготовление к постройке храма. Давид очень сильно хотел построить храм. Когда Бог ему сказал не построишь, он не сел отдыхать и не сел просто так жить. Ну, хорошо, Соломон, ну, хорошо. Когда, если бы кто-то ему задал вопрос, а нет, Соломон. он построит. Мне не сказали строить, что же я буду за это дело браться. Когда человек сильно хочет, он делает все, что он может для того, чтобы сделать то, что он хочет. строить храм. В данной ситуации Давид сильно хотел построить храм. Ему сказали, что ты не построишь храм. Окей, построить не построить, но приготовить для него все приготовлю. И когда мы читаем, что он готовил, очень интересно, внимательно перечитайте эти главы, вы обнаружите, от чертежей он передает Соломону все. от чертежей до всех, абсолютно всех стройматериала, до людей, которые приготовлены уже, которые должны делать, тысячи людей различных профессий, до украшений. Плюс ко всему этому еще и денег куча. и плюс ко всему этому, в конце, вы почитаете в конце, в 28 главе, он говорит, когда собрали народ, когда собрали очень много золота для того, чтобы оплатить эту постройку храма, он говорит, и теперь все золото, которое у меня есть, я все свое золото туда отдаю. Вот это действительно человек хочет построить храм. Несколько штрихов мы прочитаем. 22 глава с 1 стиха. И сказал Давид, вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжения Израиля. И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов для того, чтобы обтесывать камни для построения Дома Божия. Бог не разрешил ему построить, но камни обтесать не запретил. И множество железа и гвоздей к дверям ворот и для связи заготовил Давид, и множество меди без весу, и кедровых деревьев без счетов, потому что седоняне и теряне доставили Давиду множество кедровых деревьев. Заметьте, сколько много всяких маленьких деталей было учтено. Кроме того, он дал подробные указания Соломону, что делать. Он не просто приготовил, он объясняет Соломону. Пятый стих. И сказал Давид, Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величественен. Он переживает, чтобы как бы Соломон не поставил какую-то такую избушку. Поэтому он все сразу готовит, уже камни есть, уже есть чертеж, уже он по-другому не построит. Все уже заготовлено. А дом должен быть весьма величественен на славу и украшение перед всеми землями. И так буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много. И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. То есть, наказал. Смотри, вот это все есть, вот теперь построен. И это еще не все. Для того, чтобы храм точно был построен, он думает, а вдруг Соломон передумает. Поэтому он собирает всех князей Израилевых и говорит им, смотрите, чтобы проконтролировали, чтобы храм обязательно был построен. 17 стих. И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? Потому что он предал в руки моей жителей земли, покорилась земля перед Господом и пред народом его. И так расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и построите святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег Завета Господня и священные сосуды Божьи в дом созидаемый имени Господню. То есть Давид приготовил все необходимое для того, чтобы храм был построен. Как я уже сказал, он приготовил инструменты, приготовил чертежи, приготовил материалы, приготовил людей, приготовил умы людей, и приготовил тех, кто мог помешать или наоборот мог поддерживать это строительство. Кроме того, еще до того, как храм построен был, Давид организовал очень четко служение в Скинии, чтобы это служение осуществлялось в храме. Он ясно понимал, храм будет величественный. Он понимал, что там нужна четкая система, которая бы функционировала для того, чтобы люди из всех народов, из всех концов земли приходили и поклонялись Богу. Поэтому он четко расписал все, что должно там происходить. Мы не будем сейчас читать все. Если мы посмотрим 25 главу, в 25 главе начинается с того, что расписаны потомки, порядок потомков Аароновы, те, кто был священниками, и написан определенный порядок, в котором они должны были служить. То есть определенный порядок были разделены на череды, все эти люди, то есть определенные очереди. Вот есть одна группа служит тогда, есть другая группа служит тогда. Вы помните, когда написано о Захарии, отце Иоанна Крестителя? И вот там написано, что ему выпала очередь служить в храме. Он служил в соответствии со своей чередой. Так вот, вот эта система очередности служения была установлена Давидом еще до того, как храм появился. То есть Давид видел, что служение должно быть очень высоко и четко организовано. Кроме того, кроме потомков Аарона, которые были связаны с вопросами священства, он подробно расписал работу для всех остальных потомков Калена Левиена. Там было много работ, три из них больше немножечко описаны здесь. Самое первое это словословие. Или пение. О нем написано так, шестой стих. Все они под руководством своего отца пели в доме Господнем с кимбалами, псалтырями и цитрами в служении в доме Божием по указанию царя Илиосафа Идифуна и Емана. То есть, скорее всего, Давид сам даже управлял этим хором. Посмотрите, здесь сказано по указанию царя Илиосафа или Идифуна и Емана. То есть, Давид был явно творческий человек, явно он писал стихи, возможно, он расписывал и писал им музыку, то есть, помогал так, как он играл. Мы читаем, что он играл на гуслях. Вот, он знал музыку и он помог это все дело поставить и организовать очень слаженно и гармонично то, что мы встречаем здесь. «И было число их с братьями их, обученными петь перед Господом, всех знающих сие дело 288». Кроме певцов, к левитам относились другие категории. Были привратники, то есть, люди, которые отвечали за порядок в храме. Кроме того, были хранители храмовых сокровищ, то есть, они отвечали за весь инвентарь, за все то, что в храме, включая, начиная от богатством, деньги какие-то были, до инвентаря, мелкого инвентаря, которым пользовались во время этих богослужений. Кроме того, левиты, те, которые совершали жертвоприношение, которые непосредственно помогали священникам в том служении, которое они должны были делать. Итак, Давид все это сделал. Давид организовал всю эту структуру, он наладил богослужение в Скинии тогда, перед тем, как был построен храм. Кроме того, Давид позаботился еще об одной важной структуре, он очень четко организовал управление всем народом. Соломон унаследовал прекрасно отлаженный механизм во всех сферах, не только в сфере поклонения Богу, но и в сфере вообще функционирования государства. Очень удивительно, много разных начальников было поставлено. Прежде всего, начальники войск, описано в 27-й главе распределение военачальников. В разном колене там описаны какие люди, сколько тысяч, что они делали, кто были военачальники, и все были объединены в очень четкую структуру, у них был главный предводитель, то есть очень четкая система, которая позволяла им защищаться или функционировать тогда. Кроме военной власти была государственная, гражданская власть, начальники колен израилевых. Об этом тоже написано. Представлено там, каким образом эти колена управлялись, то есть все гражданские дела. Значит, мы говорим о военачальниках, первое, потом начальники колен, это гражданские власти. Обо всем этом написано, как я сказал, уже в 27-й главе. Кроме того, были экономические власти, были власти, которые заведовали экономическими вопросами. С 25-го стиха и дальше написано начальники складов и запасов всяких. Посмотрите, 27-я глава, 25-й стих, здесь написано так, над сокровищами царскими поставлен был человек, над запасами в поле, в городах, в селах и в башнях. То есть, была создана система, которая позволяла иметь какой-то государственный запас. Тогда, когда трудные времена, когда засуха или когда-то какие-то другие обстоятельства, у них были запасы продовольствия, запасы денег, запасы, определенных материальных благ, которые позволяли народу функционировать. Дальше, 26-й стих, начальники над полевыми работами. То есть, те, кто занимался земледелием, конкретно полями, был специальный такой министр полей. Дальше, был министр виноградников, начальник виноградников, 27-й стих. Дальше, специальный министр над маслинами и смокомницами в долине. Это была очень важная часть по причине того, что маслины, это был главный источник масла, оливковое масло, которое использовалось очень широко. 29-й стих, над крупным скотом, который пасется, там описано, где и был специальный скотовод, а над скотом в долинах другой человек, то есть, есть разный тип скота. То есть, ясно выстроена структура, над верблюдами, есть специальный человек, который над верблюдами, над ослицами. Верблюды и ослицы это транспортные средства, это как у нас сейчас грузовики и легковые машины. Дальше ослицы, это маленькие уже такие легковые машины, на которых перемещались в то время. Над мелким скотом, то есть, над всеми овцами, все то, что употребляли в пищу, над мелким скотом были опять-таки люди. Дальше был советник царя, то есть, очень четко разработана структура управления, которая позволяла всему государству, начиная с ее армии, дальше гражданские дела и экономические дела, все было построено очень четко. Но до этого расписано, как было все построено в храме. То есть, Давид, он был действительно государственным деятелем, который сумел построить очень сильную модель государства. Эта модель государства построена, во-первых, на смирении Давида. Давид был человеком смиренным, мы видим об этом, воцарение Давида, каким образом оно произошло. Во-вторых, на его искреннем желании служить Богу. И мы это видим также во многих-многих ситуациях. И в-третьих, на том, что Бог благословляет его, и Бог дает ему мудрость организовать все это, всю жизнь народа очень интересным, очень четким образом. заканчивается эта книга последними наставлениями и молитвой Давида. 29 глава первой книги «Паралипоменон», так ее называли в оригинале, вернее, не в оригинале уже, а в оригинале этого названия, «Септуагинти». Она заканчивается 28 и 29 главы описанием последнего аккорда, то, как заканчивалась жизнь Давида. Посмотрите, какой контраст. Вот в начале написано о том, как закончилась жизнь Саула. Это жизнь, которая раздирается противоречиями. Он живет, вроде бы, но он постоянно борется за выживание. Постоянно кто-то его преследует и постоянно он проигрывает. Снова и снова он проигрывает. Посмотрите на кончину Давида. Это мощный финал, четкое разработанное государство. Ясный наследник. Ясный план, что будет после того. Давайте посмотрим на некоторые штрихи того, что Давид говорит в самом конце. 28 глава 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, отца твоего, и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, и он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». 29 глава с 10 стиха. «И благословил Давид Господа перед всем собранием и сказал Давид, «Благословен ты, Господи Божий Израиль, и отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, Царство, и ты превыше всего, как владычествующий». Посмотрите, Давид обращается в этой молитве, он выражает самую главную истину, которую он понял в жизни. Он говорит, что все на земле Божие, его величие, и ты превыше всего, и ты владычествующий. Самый главный вывод, который делает Давид из своей жизни, он ясно понимает, что Бог владычествующий. Этот же факт понял Соломон, но, к сожалению, поздно. Мы говорили о его жизни в прошлый раз, о том, что его жизнь пришла или через один раз, о том, что в конце своей жизни он отступил от Бога, и потом в самом конце, когда он возвращался, глядя на свою жизнь назад, он говорит, выслушаем сущность всего, бойся Господа и заповеди его соблюдай. То есть, когда мы говорим о том, что может быть самое главное. Друзья, независимо ни от каких там теорий богословских, есть один, самый важный принцип, это трепет перед Богом, самый настоящий трепет, страх Божий, который ясно виден здесь у Давида. 18 стих. «Господи Божий Авраама, навек». Заканчивается книга подведением итогов жизни Давида. 26 стих. «И Давид, сын Иесеев, царствовал над всем Израилем, над всем Израилем, времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, то есть, до того, как он Иерусалим захватил. И в Иерусалиме царствовал 33 года. «И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. И воцарился Соломон, сын его вместо него». Здесь же есть очень интересная ссылка на другие книги. Это поможет нам немножко возвратиться к началу нашей сегодняшней беседы. 29 стих. «Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила про Вица». Понимаете, да, что это книга царств. И в записях Нафана пророка, и в записях Гада прозорливца. «Равно и все царство него, и мужество, и его происшествия, случившиеся с ним, и с Израилем, и со всеми земными царствами». Скорее всего, он ссылается здесь на книги царств. Книги царств ясно написаны пророками. И все, кого он перечисляет здесь, все это пророки. Самуил, Нафан, Гад, мы читаем, что все они были пророками. То есть, это очень интересное, гармоничное сочетание. Ездра добавляет здесь то, что было оставлено за скобками, было упущено или пропущено. Он видит, что ему важно донести народу, чтобы народ имел более целостную картину понимания того, что Бог делает с ними. Несколько выводов перед тем, как мы помолимся. Прежде всего, эта книга говорит нам о важности понимания основ Божьего отношения к людям. Бог через Ездру объяснял людям тогда. Он не просто вернул их и сказал, вот вам храм, вот вам поклонение Богу, вот поклоняйтесь. Он объясняет им систему. Он говорит, вот почему нужно поклоняться. Вот там Адам был, вот там был Авраам, вот там был Иаков, вот от Иакова произошел Иуда, вот потом там Левий и Аарон и так далее. Вот Давид произошел и так далее. Он объясняет всю структуру, он ясно показывает. Библия очень логичная книга, она апеллирует к нашему разуму. Здесь нет хаоса. И точно так, как восстанавливалось богопоклонение тогда, точно так восстанавливается поклонение Богу сегодня, друзья. Когда мы хотим в нашей собственной жизни или в жизни кого угодно навести порядок, первое, с чего нужно начать, нужно объяснить человеку систему, нужно, чтобы человек понял, откуда он, какой смысл его, какой механизм достижения этого смысла. Это же самое делает апостол Павел в Афинах, когда он проповедует, он ясно говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он объясняет людям общий смысл всего. Не просто так, ты будь духовен, ты просто поклоняйся. Это очень серьезный элемент. Мы говорим о библейском христианстве, мы говорим о вере, которая не просто выражается в стремлении человека, о вере, которая имеет ясный контекст. Опять-таки, сегодня мы сталкиваемся очень много с ситуациями, когда люди говорят, я же верю в Христа. Когда люди представляют разные аргументы, когда очень много сегодня людей, которые говорят, что они верят в Христа, когда их жизнь совершенно вне контекста того, что Бог говорит. Так вот, такие люди, сколько бы они про Христа не говорили, они говорят не про библейского Христа. И они верят не в библейского Бога. И они призывают за собой большие толпы последователей, и эти все последователи, они следуют не за Богом Библии, они следуют за выдуманным Богом. Хотя там про Христа поют и много говорят про слов, в которых можно найти что-то христианское. Заметьте, как важен контекст, как важно библейское христианство, как важно библейское поклонение. Еще один важный элемент, который мы видим в этой книге, это важность исторической реальности Божьего искупительного плана. Это проблема, которую представили нам в христианство либеральные верующие, люди, которые испугались давления научного мира в том, что наука говорит, что чудес не бывает, и все то, что Библия говорит про чудеса, нужно воспринимать как-то аллегорически, и поэтому они стали выдвигать и говорить, что не так важны факты, как сама идея в Писании. Так вот, все исторические книги, они говорят нам, посмотрите, как много на родословие уделяется. Причина этих родословий заключается в том, чтобы поставить веру в реальные исторические условия, когда были реальные люди, носившие реальные имена, от которых рождались реальные дети, были реальные семьи, и потомки их живут до сих пор, здесь написано несколько раз, если вы помните, и это до сих пор так. То есть, Библия очень четко показывает исторический смысл веры, то есть, объективный исторический смысл. И последнее, эта книга безусловно говорит очень много о важности серьезного отношения к богослужению. Ясно подчеркнуто, Давид здесь главный положительный герой. Успех Давида очевидный, его насыщенная благом жизнь. И вот это благо, которое наследовал Давид, оно ясно связано с его отношением к Богу, с его жаждой поклоняться Богу. Он заботился о храме, он заботился о том, что происходит в храме, он заботился о том, чтобы люди поклонялись Богу. Братья и сестры, это то, что важно сегодня для каждого из нас. Заботьтесь о церкви, заботьтесь не просто о том, чтобы вы пришли в воскресенье раз. Если двери Дома Господня открыты, вы должны быть здесь. Дома Господня Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360 687 3962 Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Норс-Вест 12-я авеню Battleground Вашингтон 98604 Да благословит вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok